В начале второго отделения прозвучит пьеса Леуша Яначика, которая была написана тоже в 1913 году. Леуш Яначик известен как продолжатель Мусоргского в Чехии, в Вогемии. Он родился и жил в маленьком городке Брно, и в этом же городке он работал органистом. Фортепьяные пьесы Яначика довольно редкие, но среди них выделяется замечательно цикл «В тумане», который написан в основе этого цикла, лежит фольклор моравский, не чешский, а моравский фольклор, фольклор тех лесов, которые Яначик прекрасно знал и очень любил. Сейчас мы послушаем третью пьесу из этого цикла. Эта пьеса напоминает нам народные плачи, жалобы. И кажется, что в ней Яначик записал нотами при помощи своей особой системы. Он записал какие-то слова, какой-то текст. Это было то, чем Яначик славился. Он передавал очень подробно речевую интонацию в своей музыке. Итак, Яначик «В тумане» четвёртая пьеса. 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 Яначика «В тумане» четвёртая пьеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом же 1913 году было написано одно из самых страшных произведений этого времени. Это девятая соната Скрябина. Сам Скрябин называл эту сонату «Черное место» и из суеверных соображений предпочитал не играть. Он подписывал почти каждую тему в этой сонате. Одну из тем он называл «Тема дремлющей святыни», другую тему он называл «Тема зла, пробуждающегося зла. И сам полагал, что играя эту сонату, он выпускает это зло в мир, в окружающий мир. Так это или не так, но так случилось, что девятая соната была последним произведением, которое Скрябин исполнил публично. Вскоре после того, как он сыграл ее в 1915 году, он умер за три дня от заражения кровью. Так, девятая соната. Скрябин 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 коротка и прекрасна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Диагиревым Мы услышим не полностью переложение, а только несколько номеров в вторую половину первой части балета. Исполнят этот отрывок из «Весны священной» Стравинского ученики Александра Михайловича Сандлера, профессора Никита Кожевников и Андрей Шестеряков. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И прощаемся с вами до 13 февраля! 13 февраля следующий концерт цикла 1929 год! Спасибо!